Всем привет! Меня зовут Мельника Виталий, я двукратный рекордсмен мира по плаванию, обладатель лучшего результата в мире на дистанции 100 метров на спине. Сегодня я расскажу вам, как научиться плавать на спине, и в цикле видео вы увидите мои подготовки к новым рекордам. Я планирую выступить в декабре, это будет, наверное, самое последнее соревнование в короткой воде в 25-метровом бассейне, и, ну, думаю, улучшить свои результаты, побить мировой рекорд. Мышечные волокна делятся по своему окислительному потенциалу на высокопороговые, промежуточные, гликолитические, окислительные. В зависимости от того, какую дистанцию вы плаваете, композиция меняется. Если вы готовитесь к дистанции 50 метров, то вы должны тренировать быстрые мышечные волокна. Если дистанции от 200 метров и больше, тогда медленные мышечные волокна. Ну и сейчас мы покажем пару примеров. Сейчас я расскажу, как тренируется окислительное мышечное волокно. Это разработка российского профессора Виктора Николаевича Силуянова. А он учил меня так качаться Владимир Кравцов. Специфика такова, то что мышцы должны быть постоянно в статодинамическом состоянии. Если готовиться к 50 метровой дистанции, то нужно тренировать быстрые мышечные волокна. Сейчас я вам покажу, как это делается. В зависимости от дистанции, но основные это дельты, длинная головка трицепса, трапеция, широчайшая мышца спины. Верхний пучок грудной мышцы, пресс, четырехглавая мышца, задняя поверхность бицепс-бедра и кроножная. В принципе, на эти мышцы должны подразно работать. А более подробную информацию о том, как тренируются мышечные волокна, вы можете увидеть на канале Югифтов. Ну вот мы в бассейне, и сейчас мы поэтапно разберем, как плавать на спине. Основным этапом плавания на спине является выход под водой дельфинам. Под водой развивается самая высокая скорость, и те спортсмены, которые умеют делать выход под водой, наиболее эффективно, в основном выигрывают дистанцию. Первым этапом является отталкивание от бортика бассейна, и после него развивается самая высокая скорость. Задача выхода под водой – поддержать эту скорость и выйти с максимальной скоростью на поверхность воды. Что касается техники, корпус должен максимально быть стабилизирован, и все движение дельфинам начинается от таза и переходит плавно в ноги. А второй этап является непосредственное плавание на спине. Тело должно лежать максимально высоко на поверхности воды, голова должна быть спрятана между рук, и должно быть максимально гидродинамическое положение тела в воде. Вкладывание руки начинается со входа мизинца в воду, и при этом грибок получается максимально мощным. За один грибок вы должны совершать три движения ногами. У спортсменов это выглядит так, когда ты видишь флажки, ты выполняешь один грибок на спине, и в этот момент разворачиваешь свое тело. В обычных бассейнах, где нет флажков, можно ориентироваться по буйкам или полоске на дне бассейна. Под водой нужно максимально быстро скрутиться, сделать сальто, при этом поставив ноги на ширине плеч и толкнуться полностью с тобой. Чтобы не уходил таз под воду, нужно максимально выгнуть свою спину, и при этом запрокинуть подбородок высоко вверх. Плаванием я начал заниматься, когда мне было 8 лет. Я пришел, потому что был достаточно слабо развитым ребенком, у меня были проблемы со спиной, и родители мне рекомендовали заниматься плаванием, чтобы ребенок занимался плаванием. Поначалу просто занимался для фана, потому что родители заставляли, а потом уже начал заниматься профессионально, и 15 лет выполнил мастер спорта. В 19 лет я поехал тренироваться в итальянский клуб Андреа Денина. Я плавал с очень известными спортсменами, с Евгением Кратышкиным, с Малорадом Чавичем, очень талантливым спортсменом из Сербии. Джейсоном Данфордом, кенийским спортсменом. У нас была очень хорошая команда, и до сих пор со всеми ребятами общаемся очень хорошо. В Италии была очень специфическая работа. Мы плавали по 15-17 километров в день, при этом силовой подготовкой особо не занимались. Достаточно сложно было плавать, выполнять такую работу. Мы тренировались по... бывало по 3 тренировки в день, 2 тренировки по плаванию, при этом зал. В неделю выходило порядка 18 тренировок. Затем я поехал тренироваться в Бразилию, к очень известному бразильскому тренеру, спринтерской команды Ариэлсон де Сильва. Мы тренировались с финалистом Олимпийских игр Бруно Фратусом, очень известным спринтером. И там была совсем другая специфика работы. Есть очень большая разница между тренировками в России и в других странах. Если говорить о России, у нас очень объемные тренировки, очень много плавают, практически нет тренировок в зале. То в Бразилии, к примеру, очень мало внимания уделяют плаванию. То есть там всего 4-5 тренировок в бассейне, но очень много тренировок в зале. То есть там спортсмены намного фактурнее, намного больше, намного массивнее. Тогда я весил 84 килограмма. Сейчас я вешу 98 и планирую набрать в течение до декабря еще 10 килограмм до 108-110. Сейчас идет подготовительный период. Я в основном занимаюсь массонабором. Когда начнется предсоревновательный период, я уже начну работать над тем, как научить эти мышцы плавать. Если вы хотите увидеть в следующем выпуске, как я тренируюсь в зале, пишите в комментариях. И мы расскажем вам обязательно о том, как стать сильнее, быстрее и красивее. На этапе своей подготовки я делал очень много ошибок. Одна из которых была снижение веса перед соревнованиями. Я поддался тенденции в мире плавания, то, что нужно сушиться, сбрасывать вес перед стартом. И перед очень важными соревнованиями я похудел на 4 килограмма. И поплыл гораздо хуже, чем я плыл за 3 недели до этого. В день у меня порядка 6 приемов пищи. Я выпиваю порядка 6-7 литров воды. Во время тренировки я выпиваю около 3 литров. Спортивное питание является очень важной частью подготовки к соревнованиям. Если говорить о том, как правильно проводить свои тренировки, то перед тренировкой нужно выпивать БЦА. Хотя бы 6-6 грамм во время тренировки нужно обязательно выпивать. И непосредственно после. Через 15 минут нужно выпивать порцию креатина. И через еще 15 минут порцию протеина. Я на самом деле давно уже не веду дневник тренировок. В принципе, у меня план уже составлен, и я просто следую ему. С самого детства я мечтал о олимпийской медали. И сейчас я готовлюсь именно к этому старту. Конечно, я планировал выступить на предварительных соревнованиях в декабре, январе месяце. Но все, что я сейчас сделаю, то, что я вам показывал в этом выпуске, готовлюсь именно к олимпийским играм. С вами был Виталий Мельников. Подписывайтесь на канал «Египта». Ссылки на мою страницу будут в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Следите за моей подготовкой. Не льстите себе, не берите огромные веса. Мы очень слабые. Вот такой вот внутренний зверек наш всегда пытается лезть вперед. Получаются травмы. Спорт всему голова, да? Подходите к делу с умом, и у вас все получится.